Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Городская война свет в темноте. В этом испытании 8 эпизодов. Участвуют все положительные герои. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, кто же у нас здесь в наличии. Так, куча черепашек, куча остальных положительных героев. И давайте-ка, друзья, для первого испытания, для первого боя, я возьму классических черепашек. Итак, Донни у нас есть, Микеланджело, Леонардо, и осталось только добавить Рафа. Вот, здорово. Ну что же, классические черепашки начинают бой и идут довольно-таки вот стройной толпой. Встречаем Маусеров. Вот, и сразу же Микеланджело классически прокачивает атаку нашего отряда. Замечательно. Атака усилена, и Лео атакует катанами сверху. Мощнейший удар, и Маусер выбит. Неплохо. Второго Маусера выбивает Раф классический метай-канализационный люк. Вот, просто замечательный. И добивает последнего при помощи кофейной машины Донни классический. Вот как ракета взлетела, нанесла удар и выбила первую волну. Переходим ко второй волне, где опять же целая куча Маусеров. Микеланджело классический катается на скейте и выбивает одного из Маусеров. Дальше атакует уже классический Донни при помощи телепортационной пушки. Здорово. Лео метает фута и им же выбивает Маусера. Ну что же, забавно это происходит. А Раф просто смывает оставшегося робота Бакстера Стокмана. Вот по мультику этих Маусеров создал Бакстер Стокман. Ну что же, и встречает нас Бакстер Муха. Тот же Бакстер Стокман, который мутировал вот такого вот мутанта, когда его Шреддер сбросил мутаген. Итак, друзья, давайте-ка закончим бой. Просто заметав врагов сюрикенами. Смотрите, как здорово проделает этот Микки. И просто сметает все на своем пути, выбивая третью волну и побеждая в этой эпизоде. Ну что же, замечательно. Очень здорово сработала наша команда классических черепашек. Вот давайте-ка, друзья, еще возьмем какую-то команду. Итак, давайте-ка, друзья, для следующего боя я возьму, опять же, команду черепашек. Вот. И давайте-ка мы возьмем команду оригинальных черепашек. Мне кажется, это будет тоже интересно. Итак, оригинальные черепашки против клана Фуд. Вот, вижу, по крайней мере, вот там роботы, плюс еще сабли-зуб появляется. Итак, вот Донни, и нам нужен еще Микеланджело, и команда оригинальных черепашек будет собрана. Вот, замечательно. Итак, вперед в атаку. Правда, в этом эпизоде уже 4 волны. Надеюсь, наши герои справятся. Итак, начинает бот Микеланджело, просто метнув огромную бомбу. И вот просто взрывов сметает всех врагов, а мы переходим ко второй волне. Ну что ж, вот ударом ноги выбивает Лео четырехрукова Фута. Вот, замечательно. Дальше уже Донни бьет своим Бо. Вот так, сверху, супер. Очередной враг выбит. Посмотрим, как Раф ударит ногой в прыжке. Вот, супер. Ну что же, довольно-таки неплохо наша Камаза справляется. И добивающий удар от Микеланджело оригинального. Вот, здорово. Итак, вторая волна сметена, и мы переходим к третей. Опять же Футы, опять же Маусеры, и Лео рубит экран. Любит экран на осколки и осколками забрасывает врагов, добивая просто шутя. Отлично. Переходим к четвертой волне, где нас уже встречает Саблизу. Плюс два Маусера, плюс два четырехруких Фута. Вот, надеюсь, Донни выбит хоть кого-то. И так метает уголок, как Бумеранг, и выбивает четырехрукого Фута. Неплохо. Дальше ударом вот из-под земли. Раф опять же пытается выбить четырехрукого Фута, и это неплохо у него удается. Вот, замечательно. А тем временем Микеланджело оригинальный прокачивает иммунитет для нашего отряда. Вот, неплохо. Вот, Лео выскакивает, оскорбляет и привлекает внимание. Здорово. Ну что же, да, вот есть возможность либо атаковать, либо снимать негативные эффекты. Ну, пусть Донни пока добивает Фута. И да, завершающий удар от Рафа оригинального. Крещит, собирает слова, как сюрикены, метает и выбивает уже оставшихся врагов. И оригинальные черепашки побеждают в этом сражении, получая награду. А наша награда это ДНК Саблезуба. Вот, чудесно. Итак, третий эпизод. И для третьего эпизода опять же давайте-ка возьмем какую-то команду черепашек. Вот, кто у нас дальше из интересных. Да, вот давайте-ка, друзья, я возьму ролевиков. Итак, Лео ролевой, Раф ролевой. Где-то здесь должен быть Донни. Отлично. И осталось только найти Микеланджело ролевого. Вот, очень прикольно сделали разработчики черепашек ролевиков. Микки Эльф, Донни Волшебник, Раф, вот какой-то варвар, а Лео Рыцарь. И первым делом я превращаю Рафа в индюшку. Вот, благодаря этой особой фишке у него появляется особая способность месть. Очень хороший баф. Ну, а тем временем Микеланджело ролевой просто сметает первую ванну при помощи вантуза. Вот, шутя ее убиваем. Дальше переходим ко второй волне, где уже встречает суперфуты. Но, благодаря тому, что у нас есть Донни Ролевой, мы можем активировать дополнительную защиту. Отлично. Лео может оскорбить врагов и привлечь внимание. Вот так, при помощи особой способности. А Раф начинает уже выбивать врагов. Особый удар двадцаткой. Здорово, один из футов уничтожен. Дальше Микки воспользовался своим кольцом удачи. Вот так забавно это все происходит. А вот Донателло формирует огненные шары. И вот этими фаерболами просто выбивает оставшихся врагов. А мы переходим к третьей волне. Итак, Хан плюс суперфуты. Вот ничего страшного. Для Хана есть особый сюрприз. И Раф, и Лео, Ролевой метает щит бумеранг, выбивает Хана. Вот. А завершающий удар сделает Раф, просто забросав врагов черепами. Вот удар, взрыв и враг повержен. Вот отлично. Итак, хорошая победа, отличнейший бой. И мы идем с вами дальше. Итак, вперед-вперед, друзья. Продвигаемся дальше. Вот переходим к четвертому эпизоду. И давайте-ка на сей раз я возьму команду черепашек из фильма. Вот Донни. Дальше, друзья, Лео. Замечательно. Где же? Вот Микеланджело и Раф. Да, черепашки из фильма собраны. И мы идем с вами в атаку. Вперед. Опять же, встречают в нас четырех руки футы. Но для них есть сюрприз. Микеланджело из фильма. Вот с разворота выбивает одного врага. Лео добивает второго ударом катаны. Замечательно. А Донни при помощи своего боу выбивает третьего. Вот неплохо пока справилась наша команда. Идем с вами дальше. И нас уже встречает Хан. Вот с этими четырех руками футами. Ненадолго. Пусть Раф пока отвлечет внимание на себя. Вот таким вот яростным криком. И смотрите, у врагов появляются дебафы. Негативные эффекты. Скорость уменьшена. А Микеланджело при помощи меча пытается выбить Хана. И это неплохо у него удается. Кроме того, Лео вот так кричит. Убыстряет наш отряд. И прокачивает атаку отряда. А сейчас Донни при помощи дрона попытается отравить уже оставшихся футов. И это неплохо у него получается. А мы переходим к третьей волне, где уже ожидают суперфуты плюс Рокзар саблезубом. Вот посмотрим, удастся ли Рафу выбить одного из суперфутов. Да, вот метнув Сай, это удалось сделать. Микеланджело тем временем, благодаря пицце, подлечивает наш отряд. А Лео идет в массовую атаку. Вот, размахивает катанами, крошит все в мелкие кусочки и побеждает в этой битве. Вот, причем отличнейшая победа на три звезды. И мы получаем награду ДНК Рокзара. Что тоже очень замечательно. Итак, друзья, пятый эпизод. Пятый эпизод. Враг все сильнее. Но, я думаю, наши герои должны справиться. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, каких мы черепашек уже брали. Участвовали нас классические, оригинальные из фильма ролевики. Вот, а дальше, друзья, давайте-ка я возьму черепашек из космоса. Итак, Донни, Раф, нам нужен еще Микеланджело и Лео. Ну что же, здорово. Итак, космос, черепашки, вперед. Вот, давайте-ка сразимся и посмотрим, что у нас получится. Итак, друзья, останется еще два вида черепашек. Это черепашки из мультика и черепашки из видения. И сразу же, вот наш Микеланджело наносит очень мощный удар лазерными Танфу. Вот интересно, кто из врагов выживет. Итак, Суперфута удалось выбить без проблем. Дальше Лео ролевой прокачивает дополнительную защиту для нашего отряда. Прошу прощения, это был Лео космический. Вот, а Донни космический прокачивает, вернее, атакует при помощи плазменного луча из груди. Вот, очередной Суперфут уничтожен. Замечательно. И да, Раф наносит особый удар Крогнарда. Вот таким вот космическим хлыстом. Возможно, это космические Саи, но тем не менее, вот удар получился очень крутой. И вот, друзья, я обратил внимание, что в этом эпизоде 4 волны. Что ж, будем пытаться применять массовые атаки. И давайте-ка воспользуемся коробкой с чипсами Криса Брэдфорда, которого так любит наш Микеланджело космический. Стреляет, взрыв, удар и шутя сметает вторую волну. Вот, неплохой был взрыв Микеланджело. Вот, а мы попытаемся сейчас справиться с Рокзаром саблезубым. И для этого Лео космический стреляет из своего бластера. Попадание и Рокзар выбит. Дальше уже призывает огромного Микеланджело до некосмический и пытается раздавить оставшихся врагов. Удар, взрыв, враг повержен, но саблезуб выжил ненадолго. Рав космический стреляет из своего бластера и добивает уже оставшегося врага. Есть, саблезуб выбит, а мы переходим к четвертой волне. Интересно, кто же будет ожидать наш четвертый волне. Итак, вижу Бакстер Муха, вижу Бибоб из мультика, Супер Фуд и вот два обычных фута. Вот, будет сюрприз для Бакстера Мухи. Наш Микеланджело космический бросает ему этот забавный космический кексик. Вот, этот кексик подгрызает и просто добивает оставшегося врага. А Лео космический призывает корабль фугетоида, который из орбиты наносит мощнейшие удары. И мы побеждаем в этом сражении. Вот просто, просто замечательно. Итак, идеальная победа, отличнейший бой. И мы переходим с вами к следующему эпизоду. Да, награда ДНК Бибоба из мультика. Ну что ж, впереди еще три эпизода. И давайте-ка я возьму следующую команду черепашек. Вот, давайте-ка возьму черепашек из видения. Вот, кстати, это мои из любимых. Ну, в принципе, эти черепашки из мультика тоже одни из любимых. Ну, трудно, друзья, сказать, какой вид черепашек лучше, который хуже. Ну, вот, да, да, вот, друзья, давайте-ка с вами сделаем опрос. Пожалуйста, пишите в вызовах, комментариях, какие черепашки из сегодняшнего вида, в котором вы видели, мы сражались лучше. Оригинальные, классические видения, ролевики из фильма. Ну, и вот, после видения я воспользуюсь мультяшными. А пока давайте-ка прокачаем атаку нашего отряда. Вернее, прошу прощения, Лео видение прокачал скорость. Вот, отлично. Микеланджело видение тем временем прокачивает точность. Вот, здорово. Араф начинает огненную атаку. Итак, пытается поджарить одну из черепашек. Это у него получается, прошу прощения, одного из маусера. Далее, друзья, давайте-ка я усилю нашу атаку благодаря особой способности долей до неведения. Замечательно. Итак, добивающий удар, Лео видение. Стрелами наносит массовый урон, но один из футов выживает. Прошу прощения, из маусера. Вот, и Микеланджело добивает его. Ну, супер. Итак, друзья, замечательно. С первой волной мы справились. Переходим ко второй волне, где опять же ожидает целая толпа. Четыре круги футов, плюс один маусер. И для них есть сюрприз. Раф активирует воронку пламени. И огненным смерчем проходит через вражеский отряд, выжигая все на своем пути. Вот, супер. Итак, вот пройден второй эпизод, вторая волна. Переходим к третьей волне. И давайте-ка начнем опять же выбивать врагов понемножку. До неведения, вот, метает каменную глыбу, выбивая суперфута. А Лео видение бросает взрывную тыкву. Взрыв, удар и просто, вот, наносит колоссальный урон. Выживает враг, но ненадолго. Микеланджело видение бросает жёлудь и голодные белки добивает Рокзара. А мы переходим к четвертой волне. Так тоже ожидает наш четвертой волне. Бакстер Муха, Рокстеди из мультика и Биба плюс еще два, вот, Маусера. И сразу же массовая атака Рафа видения поджаривает врагов, вот, удачно выбивает, но Рокстеди уцелел ненадолго. Вот, завершает битву Донни, изведением метнув молот. Вот, просто-просто здорово. Отличнейшая победа, отличнейший бой. И мы идем с вами дальше к следующему эпизоду. Да, наша добыча это ДНК Рокстеди. Супер. Ну что ж, седьмой, друзья, эпизод. И мы берем черепашек из мультика. Раф, Донни, Леонардо и Микеланджело. Здорово. Итак, команда черепашек собрана. И мы идем в эпическое сражение. Вот, посмотрим, что из этого получится. Опять же, вот, куча врагов, но благодаря Микеланджело из мультика, вот, мы прокачиваем уклонение. Вот так танцуя, забавно, он прокачивает уклонение, причем, друзья, еще удалось прокачать и атаку. И сразу же я посылаю массовый бой Лео из мультика. Вот, стальным торнадо он проходит через первую волну, шутя ее, разметав. Вот, со второй, друзья, это уже не получится, но, возможно, стоит еще раз усилить нашу атаку. Вот, Раф из мультика впадает в ярость, и благодаря его ярости у нас усиливается атака. А Донни тем временем пытаются забросать врагов сюрикенами. Да, вот так, благодаря продвинутой атаке нам удалось, шутя, смести вот вторую волну. Переходим в третий, вот, а здесь уже будет, друзья, посерьезнее. И Микеланджело из мультика при помощи дымовой гранаты пытается выбить саблезуба. Мощный удар, но саблезуб выбит. Вот, не очень хорошо. Возможно, Лео справится с Рокзаром. Итак, удар катаной с разворота есть. Удалось Лео зарубить Рокзара, а Хан тем временем налаживает, вот, негативные эффекты дебафты. Понизив, вот, защиту у некоторых героев. Вот, у Мики еще и понижена атака, что, честно говоря, мне очень не радует. И так, для надо нападать. Вот, отомстим Хану, и Раф с разворота наносит удар Саи. Вот, здоровье Хана на минимуме, но тот выживает. Но, надеюсь, постепенный урон его догрызет. И давайте-ка, друзья, не станем больше рисковать. Пусть Донни из мультика прокачает дополнительную защиту, а Микеланджело подлечит наш отряд. Вот так, поедая пиццу, удается восстановить здоровье. И Лео пытается уже добить саблезуба. Есть, саблезуб выбит. Осталось всего несколько четырехруких футов. Ну, и я не думаю, друзья, что они уже вот что-то сумеют сделать. Да, вот пусть еще Раф оскорбит этих четырехруких футов и отвлечет внимание на себя. А Микки попытается пока что-то сделать. Так, хороший удар Микеланджело, но враг выживает. Интересно, сможет ли Лео выбить с одного удара. Да, Лео выбивает, а бой заканчивает Микеланджело. Друзья, по-моему, это только победа в этой волне. Да, впереди еще четвертая и пятая волна. Очень непросто достается нашим героям. Но я надеюсь, что у нас все получится. Итак, Раф атакует Маусера. Вот шутя его выбивает. Донни метает бомбу. Отлично. Один из суперфутов уничтожен. А Лео, вот в свою очередь, продолжает атаковать суперфута. Вот неплохо. И да, обновилась способность Микеланджело из мультика. Он прокачивает уклонение. Вот уклонение прокачено. И мощнейший удар Лео с разворота победняжки Бибопу. Вот остался одиночка Рокстеди. Но наш Раф пытался присоединить его к отряду. Не вражескому не получилось. Тем не менее, Донни бьет палкой. И опять же безрезультатно. Вот Рокстеди в ярости пытается забросать каменной глыбой. Но Раф все же добивает этого врага. И мы переходим к пятому эпизоду. Ох, непростая битва. Причем, друзья, у врагов сейчас 2 хила. Это Шреддер и Бакстер Стокман. Тем не менее, у нас нет выбора. Надо атаковать. И Микки из мультика метает дымовую бомбу. Враг выживает, но ненадолго. Стальной торнадо от Лео из мультика. Ох, как здорово. Суперфуты уничтожены. Шреддер уничтожен. Остался Бакстер Мука и Тигриный Коготь. Но это ненадолго. Вот Раф сай добивает Бакстера Муху. А Дони из мультика пытается забросать Тигриного Когтя с Юрикеном. И да, мы побеждаем в этом эпизоде. Вот просто-просто чудесно. Итак, вперед, друзья. Давайте-ка посмотрим, кто же у нас дальше. Это... Да, вот награду получили ДНК Тигриного Когтя. И переходим к восьмому эпизоду. Вот все команды черепашек уже прошли. Пишите, друзья, какие из них вам понравились. И для последнего эпизода давайте-ка возьмем какую-то интересную команду. А давайте-ка, друзья, я возьму команду Мут Анимала. Мне кажется, это будет здорово. Итак, Мандагека, КЖ Голов. Вот еще нам нужен Слэш, Доктор Роквелл и Голубь Пит. Да, друзья, команда Мут Анимала собрана. И мы идем в бой. Причем, друзья, пять волн. Вот лечение нашего Голубя Пита я пока буду экономить. Но все же начнем с массовых атак. Итак, Мандагека метает взрывчатку. Досталось Суперфутам. Те выживают. Вот. И не станем рисковать. Пусть Голубь Пит потанцует и прокачает уклонение для нашего отряда. Вот замечательно. А Суперфуты тем временем продолжают и пытаются атаковать. Не позволим. Слэш, вращаясь как волчок, вот просто сметает и отшвыривает первую волну. А мы переходим ко второй. Вот. Посмотрим, что мы здесь можем сделать. И сейчас очередь Доктора Роквелла. И он активирует дополнительную защиту. Вот так. Замечательно. А КЖ Голов, вращаясь, пытается просто смести вторую волну. Пока, честно говоря, как-то неудачно. Но я надеюсь, все же победа будет за нами. Итак. Мандагека выбивает Суперфута. А завершающий удар от Голубя Пита. Отлично. И вторая волна пройдена. И мы переходим к третьей. Кто здесь нас ожидает? Саблезуб. Вот. Бакстер Муха и Рокзар. Вот. Первым делом пусть Слэш попытается раздавить Бакстера Муху. Удар сверху. Есть. Бакстер Муха уничтожен. А доктор Роквелл забрасывает врагов кинжалами и мечами. Ох, как здорово досталось. Но опять же враг выживает. Вот. Ненадолго. Вот. Схватил. Схватив вот этого кренга гумановидного типа, как дубину. Вот. Кожеголов наносит удар. Но Рокзар тем не менее выживает. Что же нам нужно, друзья, прокачать либо скорость, либо атаку. Вот. Мандагека пытается это сделать. И ему удается прокачать скорость. А доктор Агулупит тем временем все же добивает Рокзара. Как он справился, друзья, я не знаю. Но победа пока за нами. Вот последние еще удары. И доктор Роквелл ставит точку вот в этом, в этой сражении, в этой волне. Ничего себе. Слэш, не слэш, это саблезуб вызывает, выживает. Но нам все же удалось его запинать. И мы переходим к четвертой волне, где опять же целая куча врагов. Вот вижу Рокстеди из мультика. Тигриный коготь и Бибоб мультяшный. Вот. Голубь Пит наносит удары по Бибобу. Кожеголов ударом с разворота пытается его добить, но тот выживает. Ничего страшного. Слэш сейчас его добьет. Отлично. Слэш добивает Голубя Пита. А вот доктор Роквелл пытается справиться с суперфутами. Пока как-то неудачно. Довольно-таки здорово держит удары. Тем не менее, вот Кожеголов добивает. Отлично. Вот. Посмотрим, удастся ли что-то сделать Голубю Питу. Вот. Немножко поцарапал Рокстеди. Но и в противник активизировался. Вот. Массовой атакой атакует Тигриный коготь. Вот. Своих 5 копеек и суперфут добавляет. Интересно, что же Рокстеди. Вот. Пока Слэш бьет Рокстеди, доктор Роквелл пытается добить, но тот все держится. Ну, ничего себе. И даже контратакует при помощи огнемета. Вот. Ну, у нас тоже есть массовые атаки. Мандагеком метает взрывчатку. Взрыв-удар. Рокстеди выбит, а Кожеголов тем временем, вот, привлекает внимание к себе, оскорбляя врага. Вот. И да, есть возможность поотличить наш отряд, что делает Голубь Пит, кушает хлебушек, и наш отряд восстанавливается. Вот. Просто замечательно. И да, вот, кроме того, давайте-ка, я не стану рисковать, прокачая еще дополнительную защиту. Вот. Просто чудесно. Итак, завершающий удар от доктора Роквелла не прошел. Возможно, что-то сделает Мандагека. Опять мощные удары, но тигриный коготь выживает ненадолго. Слэш добивает тигриного когтя, и остается только Суперфуд. Вот. Я тоже, кстати, не стану рисковать. Давайте-ка, пока лучше я прокачаю уклонение. Впереди все же ждет серьезный враг. А Кожегло пытается добить уже последнего Суперфуда, и у него все получается. А мы с вами переходим к пятой волне, в которой наш ожидает Супершредер. Ну, ничего себе, и команда Муд Анималу встречается с Супершредером. Ну, что же, это круто. Итак, первым делом Мандагека прокачивает скорость нашего отряда, играя на воображаемой гитаре. Отлично. А в атаку идет Голупит. Вот запавный эпизод Голупит пытается справиться с Супершредером. Ну, что я скажу, немножко его поцарапал, но это все, что смог достиг Голупит. Далее у нас Слэш стальным волчком. Вот, наносит массовый урон булавой, но опять же Супершредер выживает. А как насчет вот холодного оружия, Доктор Роквелл метает его в Супершредера, но опять же урон минимален. И уже Супершредер метает в отместку Костинами Кунаи, но у нас появился опять же тяжеловес. Вот, Кожегало вращает, наносит очень мощный удар Супершредеру, но тот выживает. Мандагека наносит удар со скейта. Вот, держится опять же Супершредер, Голупит добавляет своих 5 копеек, а вот завершающий удар, надеюсь, будет Слэша, пытается раздавить Супершредера. Нет, не сумел справиться Слэш, возможно, Доктор Роквелл при помощи удара разума. Да, а вот Доктору Роквеллу получилось запинать. Но, друзья, вы видели, как долго мы били Супершредера, чтобы победить в этом состязании. Бой получился непростой, но у нас все получилось. Что ж, здорово, друзья. Сегодняшнее испытание «Городская война. Свет в темноте» пройдено. Завтра я планирую снять испытание «Живите долго играючи». В этом испытании участвуют абсолютно все герои. Поэтому пишите в отзывах, комментариях свои составы. С удовольствием их возьму для следующего видео. Составы буду брать из-под этого видео. Ну, как-то вот так. Ну что ж, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.